Добрый день! И вчера в земле Израиля закончился праздник Песах. Вне земли Израиля, еще сегодня, в Йом-Хамиши, второй праздничный день. И они это видео не имеют права смотреть, а только после выхода звезд. И в эту субботу мы будем читать недельную главу Шмини. Так разорвалась неделя изучения этой главы на две части. До праздника на прошлой неделе и после праздника, вот два дня на этой неделе. В прошлом видео я говорил о двух важнейших аспектах выхода из Египта. И допустил неточность в формулировках. И тут, в следующем за праздником видео по главе Шмини, я хочу внести важное уточнение и объяснить сказанное. Я сказал, что если евреи не соблюдают законы Бога, то в четвертом поколении они уходят и перестают быть евреями. Так вот, уточнение. Что говорят нам раввины, что так говорит статистика. Это не Галаха, это не духовные законы, это статистика. В семье евреев, не соблюдающих еврейский закон, Галаху, по статистике, четвертое поколение уже не еврейское. И объясню. Это означает, что по статистике не соблюдающие евреи в значительной степени склонны к ассимиляции. И второе, они рождают один-два, то есть немного детей. И получается, что у не соблюдающих папы и мамы дети, то есть второе поколение, с большей вероятностью женятся или выходят замуж за нееврея. Но в третьем поколении это уже происходит практически в подавляющем большинстве случаев. И рождающиеся в четвертом поколении в подавляющем большинстве случаев вообще рождаются не евреи. И в малом проценте еще галактические евреи, в случае если во втором-третьем поколении рождались девочки. Но с еврейством ничего их не связывает. И еврейство, потерявшееся фактически, прерывается, когда рождается только мальчик. И на этом все заканчивается. И тогда это один-два ребенка в семье, это происходит очень быстро. Но опять, речь идет о статистике, и Бог часто вмешивается в нашу жизнь, к счастью, к барухашем, и дети в четвертом поколении вдруг начинают чувствовать еврейские корни, или возвращаются к Богу, или принимают гьюр, если это были уже не евреи, и ломают эту грустную статистику, и так тоже происходит. Но вернемся к главе Шмини. Эта глава известна тем, что среди прочих важных вещей она передает нам волю Всевышнего касательно кошерных животных, птиц и рыб. Это важнейшая тема, потому что кашрут это один из столпов теудаизма. Про животных закон простой. Написано так, сказал Бог Маше и Арону, передайте сынам Израиля, вот каких животных вам можно есть из всех существ на земле. Всякое животное с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами и отрыгивающими жвачку вы можете есть. Тора разрешает употреблять в пищу только животных, у которых есть два признака кошерности. Внешний, то есть имеющих копыта раздвоенное, и внутренний, жующих жвачку. Но интересно, что потом Бог нам добавляет, только вот этих животных, отрыгивающих жвачку и имеющих раздвоенное копыта, не ешьте верблюда, домана, зайца и свинью. Как видно из стихов, есть четыре видна животных, у которых есть всего лишь один признак кошерности. Верблюд, доман и заяц, они жуют жвачку, но у них нет раздвоенных копыт. Это написано в тексте Тора, я просто для скорости упустил эти слова. А у свиньи, свинья имеет копыта, но не раздвоенное, но не жует жвачку. Но зачем Всевышний обращает наше внимание на этих животных? Ведь если у них нет двух признаков кошерности, то они не кошерны и запрещены нам в пищу. Это сказано в первом предложении. По какой причине Бог обращает наше внимание на этих четыре животных? В Медреше, в Икра Араба, говорится, что эти четыре животных намекают на четыре царства, которые правили миром на определенных этапах, и среди которых евреи находились в изгнании. Верблюд – это Вавилон, доман – это Мидия, или она же Персия, заяц – это Греция, и свинья – это Рим. Вы скажете, какая связь? Ферблюда с Вавилоном, или еще лучше зайца с Грецией? Объяснение находится не в простом уровне, а на уровне драж, на уровне толкования. Виленский Гаон пишет в комментариях к Мегелат Эстер, что недостаток во внешнем признаке намекает на грехи в поступках, то есть в действиях, имеющих внешнее проявление. А внутренний недостаток намекает на проблему внутреннюю, а на в уповании на Творца. По словам Виленского Гаона, у евреев, которые жили во времена первых трех изгнаний, были внешние грехи. Но в их сердцах было упование на Бога, поэтому они были изгнаны среди народов, на которых намекают животные, у которых проблема с внешними признаками, отсутствие копыта. Основной недостаток евреев, которые жили во времена перед последним изгнанием, был в вере, в уповании, поэтому они были изгнаны римлянами и живут среди их потомков, у которых намекает свинья, имеющая копыта, но не жующая жвачку. По этой причине сказали мудрецы, что первое поколение, грех которых был явным, конец изгнания их был предопределен. Через 70 лет после их знания был построен храм. Но последнее поколение, грех которых был неявным, конец их изгнания неизвестен. И до сих пор храм не построен. И вот еще похожий интересный факт открывается с кошерностью рыб. Про обитателей водного пространства сказано. Из водяных тварей вы можете есть тех, кто имеет плавники и чешую. Только таких обитателей вод, морей и рек вам дозволено есть. То есть мы можем есть обитателей вод, только тех, у кого есть плавники и чешуя. Наши мудрецы озвучили нам правило в трактате Хулин Вавилонского Талмуда. Если есть чешуя, то обязательно есть плавник. Но тогда задается вопрос, зачем же говорится о плавниках. Сказали бы, если есть чешуя, это кошерное, можете есть. Это логично. Значит здесь скрывается опять какая-то дополнительная информация, какая-то тайна. И объясняет нам Хатам Софер, что чешуя у рыбы выполняет ту же функцию, что волосы у животных. То есть чешуя является индикатором того, что обладающая ими рыба выводит духовные нечистоты из своего тела. Духовные. А что с плавниками? Поясняет Рамбан, что рыбы с плавниками обитают в верхних слоях воды. Воды там более чистые, насыщенные кислородом, что позитивно сказывается на здоровом росте, на здоровой рыбе. Также этим рыбам легче избавляться от образующихся в теле отходов, уже на физическом уровне. Поэтому они полезны при употреблении в пищу. Рыбы, не имеющих плавников, они питаются падалью и отходами, оседающих на дне, потому что обитают именно там. И еще из-за высокого давления толщей воды им тяжелее избавиться от образующих внутри тела нечистот, которые остаются внутри организма. В соответствии, отсутствие плавников является индикатором того, что плоть таких рыб не безвредна для употребления в пищу. На основании этих пояснений видно, что стих демонстрирует нам две причины кошерности рыб, проистекающих из разных областей торы. Первая причина – плавники – имеет отношение к области скрытого учения. Ведь благодаря наличию плавника мы можем определить, что плоть рыбы полезна в пищу, потому что избавляется от внутренних отходов. Вторая причина – чешуя – проистекает из области тайного учения. И обладание чешуи является индикатором, что эта рыба способна избавляться от имеющих духовных нечистот. Теперь можно ответить на наш главный вопрос – зачем нужно рассказывать о наличии плавника, когда нам известно принцип – рыба, у которых есть чешуя, обязательно обладает плавником, а значит кошерно. Ведь если бы указан был только один признак – чешуя, этого было бы достаточно, чтобы понять, что рыба в духовном плане чиста, этого было бы достаточно, чтобы не оступиться. Это точно кошерная рыба. Но в таком случае от нас бы оставался скрытым важный момент, касающийся кошерных рыб. А именно, ведь, как мы сказали выше, благодаря наличию плавника мы можем определить, что плоть рыбы полезна в пищу, потому что избавляется от внутренних отходов. Мы еще раз убеждаемся, что Тора – продукт высшего разума. И в ее письменной части Всевышний скрывает и кодирует для нас огромное количество информации. И барухашем есть мудрецы, которые приняли устную традицию и раскодируют, раскрывают нам эту информацию в устной части Торы. И Тора безгранична, так же, как безграничен высший разум, Всевышний. И наша задача, у тех, кто имеет ограниченный разум, посредством изучения Торы присоединиться к высшему разуму. И кроме высоких мотивов, это еще чисто прикладные пользы. Подключаясь к возможностям высшего разума, мы получаем доступ к информационным уровням высшего порядка. А оттуда идеи, стартапы, большие бизнесы. Желаю нам всем брахавы от слаха, благословения и успеха на этом нелегком пути. И остаемся, конечно, и дальше в поисках смысла.